Так, давайте сразу. Я не собираюсь отговаривать вас от творчества. Ну, чуть-чуть собираюсь, но если вы уверены в том, что вы делаете, и у вас, цитируя Цоя, есть чёткий жизненный план, то вы вряд ли будете думать о чём-то другом, ну и хорошо. А вот если вы не совсем уверены, сомневаетесь, или вообще не понимаете, что вам делать, берётесь за всё подряд, тут же бросаете и так далее. На монтаже я подумал, что ролик получается совсем мрачный, и помимо своей обыкновенной горы душнильства, я решил добавить истории людей, которые монетизировали то, что вот совершенно не очевидно, монетизировали что-то необычное, очень своеобразное, и которое, казалось бы, могло только остаться в андеграунде. Реализую принцип «критикуешь – предлагай». Приятного просмотра. Важно! Ролик создан не для того, чтобы вас задизморалить, или назвать ваше творчество говном, а для того, чтобы заставить вас задуматься над тем, чем вообще занимаетесь, зачем и, главное, к чему это всё идёт. Здрасте, вы на канале Сейна. Ну и сейчас я вам покажу, как правильно писать качественную абстракцию дерьмом. Делается это просто рукой. Ну, если вы брезгуете, можете взять что-нибудь другое. Ну, так проще. Вы берёте просто в руку, и, как настоящий художник, начинаете писать. Смотрите, каким образом. Перед началом ролика кое-чего потрясающее. Вы только посмотрите на это. Да, как вы правильно поняли, мне пришёл заказ джума. И помимо этих носков, которые действительно охерительные вживую, там ещё куча всего интересного. Вот что. И все продукты, что вы сейчас видите, я действительно купил себе, действительно ими пользуюсь, и меня более чем устраивает их качество. Всё, мало того, что соответствует описанию. Так я в этом ещё и особо не сомневался, потому что перед этим прочёл отзывы. В общем, могу рекомендовать покупать на джуме. И когда, как не под Новый год, всем этим закупаться. В общем, все ссылки в описании. Возвращаемся к ролику. Лучшим примером для иллюстрации моих мыслей выступают, конечно же, стихи. Дело в том, что так как я разбираю тексты, я с этим ассоциируюсь у людей, и мне скидывают бешеное количество стихов, и они все примерно одинаково плохи. И дело не только в том, что люди, которые их пишут, они начинающие. А дело в том, что в принципе научиться нормально писать стихи сейчас практически невозможно. Помимо того, что я читал кучу стихов вот своих подписчиков, я также слышал, какие стихи пишут люди, вот, например, на моём журфаке. Там был клуб, в котором как раз собирались любители поэзии, они писали свои стихи, их обсуждали, и там были и педагоги, которые им помогали, там были и, собственно, другие вот такие же молодые поэты, которые друг с другом коммуницировали, и уровень был, безусловно, выше, чем вот у моих подписчиков в личке. Но, тем не менее, всё равно не очень-то высокий. Почему? Потому что это ни к чему не может привести. Этот ролик я разбил на три важнейшие составляющие своей вот этой вот мысли, но перед тем, как перейти к ним, стоит обратить внимание на то, что творчество — это не то, что даётся свыше, да? Несмотря на то, что мы здесь вот говорим о творчестве на этом канале, и как бы он этому посвящён, не стоит к этому относиться, как к священному Граалю, потому что это такое же занятие, как всё остальное. Если вы ещё не меняли свою творческую специальность, не прыгали из одной творческой специальности в другую, то вы, скорее всего, очень мало занимались творчеством. На самом деле, в этом ничего страшного нет, и очень часто фраза «если человек талантлив, то он талантлив во всём» относится просто к деятельным людям, которые занимаются разными творческими активностями, и поэтому со стороны кажется, что, господи, мастера на все руки, его одарили небеса, куча талантов, на самом деле нет, просто чувачок старательный. Таири начинал как граффити-райтер, но само по себе граффити денег не приносит, а скорее наоборот забирает. Да, можно рисовать на заказ, но это то же самое, что предлагать художнику-марианисту рисовать постеры с рекламой шампуня, и стиль Таири, намеренно грязный и уличный, совершенно не вписывается в представление о коммерческом оформлении. Неужели даже такой стиль можно монетизировать? Да, можно. Таири совместил один субкультурный движ в виде граффити с другим, татуировкой. И уже вот как 8 лет Таири катается по России и миру, оставляя свои работы на коже других людей. И ведь уже почти в каждом городе есть тату-салон, в котором бьют реализм, эскизы из интернета, ловцы в слов, иероглифы, самолётики и вообще всё, что угодно. Но многие идут именно к Таири, потому что это стиль, и его выкупают. Помимо татух, этот стиль воплотился в одежде. Сначала были произведены трансферы, с их помощью можно было перенести эскиз на футболку, вообще откуда угодно взятую, например, из секонд-хенда. А всё, что необходимо для нанесения, это сам трансфер и утюг. За ним последовала первая серия футболок, она была посвящена Петербургу. На принте изображены горящие мусорные баки на фоне спаса на крови. Ну разве это не охуенно? Кроме футболок, Таири занимается кастомизацией другой одежды. Помимо принтов используется ручная вышивка. И обратите внимание, грязный стиль может выглядеть аккуратно и с иголочки. А вот так выглядит актуальная партия новых лонгсливов от Таири, которая распространяется в различных тематических шопах. А всё почему? Потому что стиль. И если вы смените нечто одно на нечто другое, к тому же схожее, или просто то же самое, но в каком-то другом виде, ничего страшного не случится. И опять же, это не какая-то глобальная смена вектора. Это просто обычный рост личностный. И вы ищете то, что вам нравится, и нет ничего страшного в том, чтобы это сменить. Вам вряд ли 50 лет уже на пенсию пора. Скорее всего, вы молодой чувак, и даже вот в творчестве, в котором вы уже сделали какие-то успехи, эти успехи, не сказать, что супер существенные. Вы не потратили полжизни на это, как бы. И начав заниматься чем-то новым, у вас, безусловно, будет некоторый даунгрейд, но при этом сильно назад вы не скакнёте. Вы, да, окажетесь снова в позиции новичка, но это, на самом деле, по-моему, самая вообще офигенная позиция, потому что тебе достается самое интересное. Ты всё пробуешь впервые, а не дрочишь одну и ту же штуку уже, сука, третий месяц. Вот это вот самое заёбистое, а новичкам вообще хорошо, так что не будете быть новичком, ничего не мешает вам это бросить. И нет ничего страшного в том, чтобы выбирать свою творческую специальность рационально, когда говорят, что меня выбрала профессия или сердце мне указало. Но это совсем херня. Я даже не буду как-то разбираться, как это происходит в действительности и не буду развивать те мысли. Это просто херь, окей? Вы это выбираете. Выбирайте, исходя из того, что вам нравится. Притом, если вы что-то не пробовали, вы не можете даже нормально заявить, что вам это нравится или не нравится. Поэтому лучше попробуйте всё и определитесь. Но определяясь, руководствуйтесь рациональными характеристиками. Какими, например, может ли это дальше перерасти в профессию или в какое-то ремесло? Можно ли это продать? Смогу ли я в этом развиваться? И так далее. Собственно, о том, как конкретно это выбрать, все остальные пункты. И первый из них — это мотивация. Опять же, в этом плане лучший пример — это стихи, но к этому уже относятся и проза, и рисование. Если вы просто вот начали рисовать, у вас наверняка было тысяча друзей, которые начали рисовать, писать стихи, писать рассказы, там, книгу свою писать обязательно, то большая часть из этих людей, которых, ну, дохериллион реально, мне кажется, почти каждый, они все это бросают. Почему? Потому что ничего не мотивирует их делать это дальше. Если вы пишете стихи, что вы можете дальше с ними сделать? Скинуть друзьям, которые либо скажут «О, прикольно!», либо скажут «Нахуя мне читать стихи?». Но чаще всего им просто неинтересно. И это вот очень популярная фраза, что «Делай то, что хочешь, и забей на то, что думают другие». Но в действительности, когда вы делаете творчество, да, и особенно вы в этом растете и развиваетесь, вам нужны и полезны мнения со стороны. Мнения со стороны нет, и при этом сами они свой уровень также оценить не могут, потому что, как правило, стихи, которые прочли сами вот эти вот молодые поэты, это либо школьная программа, либо чуть дальше от нее. Там вот какие-нибудь самые популярные вещи Бродского, чуть-чуть менее популярные вещи Маяковского, и вот, ну, и все. Вот, как правило, больше вообще ничего. И современных поэтов они не читали. Найти каких-то современных поэтов, с которыми можно пообщаться, в интернете хрен найдешь. Зайдете на какой-нибудь там сайт поэзия.ру, да, и там будет такой шлак. А человек, который в этом не разбирается, да, который вот только залезает в это, ему это интересный творческий процесс, он, смотря на все это, подумает, что это и есть норма, и в итоге сам станет шлакопроизводителем. Этого всего можно избежать, если заниматься чем-то живым и развивающимся. Как правило, это напрямую связано и с монетизацией, потому что, ну да, вот такой у нас херовый мир капитализма, к сожалению, лучше всего развивается то, что можно продавать. Но напомню вам, что все ваши любимые произведения искусства, если они произведены за последние сто лет, там, за редким исключением типа Ван Гога, хотя я не уверен, что это было сто лет назад, короче, все это продано, монетизировано, и притом крайне успешно. Скорее всего, все ваши любимые песни охуенно продавались, все ваши любимые фильмы, тем более, если не в прокате, то наверняка на DVD и так далее. И безумно важным фактором является живое сообщество. Очень важно, когда вы осваиваете какую-то новую для себя вещь, притом, это может быть вообще вот любая дисциплина, очень хорошо, если есть паблики ВКонтакте про это. В идеале еще YouTube-каналы, но зачастую пабликов вполне достаточно, потому что там собираются люди с такими же проблемами, как у вас, про это делают мимосики, вы узнаете всю внутреннюю кухню, проведя просто полчаса на стенке. Ну, понятно, что это может быть не ВКонтакте, а там Инстаграм, Твиттер, любое присутствие какого-то увлечения, хобби, занятия, ремесла в интернете, оно позволяет вам моментально включиться в актуальную проблематику и вообще контекст всей этой сферы. Там же, как правило, есть часто задаваемые вопросы. Как правило, у всех новичков вопросы одинаковые, и узнать на них ответы можно также моментально, а не ищая это очень долго, непонятно где, или тем более набивая это собственными шишками. Еще, что гораздо важнее, вы сразу понимаете свой уровень. Если есть сообщество, вы сразу видите работы мастеров, видите работы новичков, и понимаете, что вы говно, отлично, работаем, понятно, точка А, и понятно, точка Б. А вот в творческих дисциплинах, которые вот такие размытые, можно бесконечно делать одну и ту же хуйню, делать это одинаково хуево, зато быть уверенным в собственной уникальности. Опять же, если вы хотите, чтобы это осталось в вашем кофе, кофе, блядь, что, если вы хотите, чтобы это осталось в вашем хобби, а сами вы хотите работать там, блядь, продавцом, консультантом, сварщиком, уборщицей там, ну, или на любой другой обыкновенной, да, профессии, не требующей творчества, тогда окей, как бы, в этом плане проблем нет, вы зря смотрите этот ролик, сорян, выключайте, лайк поставьте. Но если же вы все-таки хотите в этом вот новом, крутом, цифровом мире, да, заниматься чем-то интересным, разным, разнообразным, и работать тем самым с интересными людьми, принимать участие в интересных проектах, которые год от года только масштабней, разнообразней, тогда все-таки стоит над этим задумываться. Максим основатель и идейный вдохновитель бренда Херетаж, который производит изделия из натуральной кожи. Их фишка пожизненная гарантия на вещи, к чему и отсылает название самого бренда. Каждый из продуктов фирмы это просто словарное определение слова мастерство, за счет чего у фирмы множество постоянных клиентов. Однако получилось у Максима это не сразу. В 2015 году будущий основатель Херетажа получил образование учителя географии, но столкнулся с тем, что в его родном Красноярске эта профессия не особенно-то востребована, а чтобы получить заветные 30 тысяч рублей нужно работать шестидневку, ведя при этом по 6 уроков в день. Он сразу понял, что это явно не его призвание, а если хочешь зарабатывать, то нужно идти в бизнес. Как раз тогда Медведев и обронил ту свою знаменитую фразу. Ему хотелось сделать что-то свое, и тема с кожей показалась интересной. Тогда, 5 лет назад, это была совсем свободная и к тому же увлекательная ниша. Он подрабатывал курьером в доставке суши, а в свободное время покупал инструменты и изучал азы производства по англоязычным гайдам на ютубе. Три месяца спустя получилось изготовить изделие, за которое не стыдно было попросить денег, а первая продажа случилась уже спустя месяц с момента, как он завел в соцсети. Он продал свой первый кошелек за 2000 рублей, был неимоверно горд собой, закончил свою карьеру доставщика роллов после конфликта с начальством и с того момента Максим принял решение больше не работать на дядю. Прям типичная история успеха. Однако на тот момент доходов от ремесла практически не было. Он все больше влезал в долги и даже пришел к решению продать свой старый Volkswagen Golf и на эти деньги закрыть долги и основательно вложиться в сам бизнес. Купил нормальных инструментов, хорошую кожу, арендовал небольшую мастерскую и проплатил рекламу. Дело пошло сильно лучше, особенно если учитывать, что он посвящал этому все свободное время и спустя полгода вышел на более-менее комфортный уровень дохода. Нанял подмастерия и Херитаж стал расти все больше и больше. Создатель всегда заморачивался над качеством материалов и исполнением, над упаковкой и обратной связью. Теперь у Херитажа суперлояльная молодая аудитория, почти 40% нынешней клиентуры покупают повторно. Помимо отличных изделий, Херитаж это еще очень интересный блог про все связанное с кожей и пошивом и пошивом кожи. Мастерская Херитаж сейчас находится в Красноярске. В команде работает 7 человек, не считая самого Максима, который создатель. Они продолжают расти и развиваться, а главное получать удовольствие от процесса работы. Собственно, ссылки на Херитаж и на всех остальных героев этого ролика в описании рекомендую ознакомиться. А тут еще можно подарок кому-нибудь купить. И помимо профессионального сообщества, ваши навыки очень приятны, когда пригождаются в обычном сообществе. Когда вы рисуете какие-нибудь зарисуйки натюрморты или каких-нибудь своих любимых артистов у себя в тетрадочке, это, как правило, мало кому интересно. А допустим, если вы делаете диджитал арт, я, опять же, ничего не имею против рисования, но если вы не понимаете, как рисовать на компе или вы не можете никак применить свое рисование так, чтобы за него кто-то отдал деньги хотя бы теоретически, значит, это, к сожалению, ни к чему не приведет. Да, рука набивается, да, в теории это можно будет применить где-то еще потом, но пока вы не начали вот это непосредственно применять и конвертировать одно в другое, да, не занялись вот этой вот самой сублимацией, то это все еще бесполезно, бесполезным остается. Когда вы занимаетесь уже вот чем-то, да, конкретным и нужным, это нужно много кому вокруг. И там фотографы делают аватарочки своим друзьям, художники также зарисовывают там, допустим, своих друганов на день рождения, и то же самое относится к вот к любому актуальному, оно на то и актуальное. Вы можете помочь каким-то друзьям, знакомым и также себя проявить. И для вас важно проявлять себя, когда вы начинающий. Это также помогает вам не забросить это все. Вас мотивирует то, что вы получаете отдачу за свое творчество. Оно происходит и выливается не в стол и там бум в глухой ящик и так лежит, блядь, пока не сгниет вместе, собственно, с вашими остатками творческого начала, а действительно находит себе где-то применение. И да, казалось бы, мелочь, там вот друг твою фотку на аватарку поставил или твой рисунок. А приятно. И в пункте перспективы, конечно же, самое очевидное это работа. И да, опять же, можно сказать, о, да я свое хобби не буду продавать. Или да, лучше сказать, свое искусство не буду продавать. Я лучше до конца жизни буду в офисе сидеть, чем вот кому-нибудь свой прекрасный стих подарю. Или там дам кому-нибудь петь свою песню. Или вот буду рисовать что-либо на заказ. Или так далее. Если вы вот такой вот ебанутый, опять же, зря смотрели. Потому что в действительности есть, во-первых, куча смежных сфер. Во-вторых, ничто не мешает вам работать и на себя, и как хобби. Можно найти нечто вот схожее с вашим, но то, что монетизируется. Если вы, допустим, любите рисовать граффити, можно делать там вот стрит-арты на заказ, росписи чего-то. Если вам нравится рисовать просто, можно делать диджитал-арт. Если вы там мультипликатор, то можно прям сразу мультипликацию продавать. Вы, я думаю, уже, если у вас есть какая-нибудь специфическая специальность, уже заранее знаете, что вы можете делать. Также авторы текстов, это может быть копирайт. Помимо копирайта, это могут быть просто авторские материалы, которые могут покупать многие блогеры, как, например, я. Правда, я тексты, которые получаю, я их все равно переписываю под себя, но есть блогеры, которые начисто их сразу записывают. То есть, они просто с суфлером это дело записывают и все. То есть, вашими словами говорят какие-то популярные люди. Почему нет? Это тоже профессия уже не то, что будущего, а уже настоящего. Это уже второй тату-мастер в этом ролике. Однако, если Таири делает намеренно примитивные и андеграундные работы, то здесь все наоборот. Семенова рисовала с детства. Сначала поступила в Строгановку на монументальную декоративную живопись. С нее перешла в Маху, также на живопись, а после в Мэйи на факультет графического дизайна. Первые татухи она набила друзьям, затем другим друзьям друзей, затем третьим друзьям друзей, друзей, так и завертелось. Многие уверены, что у тату-мастера совершенно не обязательно обладать скиллами профессионального художника. Однако, если этот скилл все-таки есть, можно делать вот такие вещи. Отличительная фишка ее стиля исключительно тонкие иглы. За счет этого работы детализированные и как бы воздушные. Кстати, познакомился я с Катей после того, как в ролике про советские психоделические мультфильмы сказал следующее. Обожаю! Я с удовольствием набил бы себе даже колобка, реально. Если вы хорош тату-мастер и жажете набить колобка, ребят, я здесь! Привет! После чего она написала мне, что с удовольствием набьет колобков, я посмотрел эскизы и натурально охуел. Собственно, вот так татуха выглядит сейчас, но в этот ролик она попала не только из-за татух. Вот как выглядит ее инстаграм колд Семенова. Что-то напоминает, да? Это те же психоколажи, из которых появилась ебаназия для Сейны. Я, естественно, не считаю это своим изобретением. Цель этого тега была в том, чтобы смотивировать самую креативную часть моей подписоты создавать нечто неожиданное и неординарное. Но сама техника коллажей, стара как мир и любой человек, увлеченный визуальным искусством, мог бы сделать нечто подобное. Но разница в том, что для тех, кто делает ебаназию, это в первую очередь самовыражение и возможность привлечь внимание к своим работам, например, в том же аккаунте ебанарт. А вот Катя Семенова со своей ебаназией сотрудничает с Рибоком, Яндексом, Скетчерс, является постоянным партнером косметики Никс. Бренды хотят оказаться в ее коллажах. Это же прям круто. И если про художество можно сказать, что это типа талант или она с детства училась, то для создания подобного достаточно обладать чувством вкуса, вот как, например, исторки. И на практике этого достаточно, чтобы сотрудничать с топовыми брендами. Помимо этого, Катя создавала дизайн и обложек альбомов и мерча для разных медийных личностей. Вот вам применение не просто какого-то абстрактного скилла, а непосредственно того, о котором многие из вас уже как бы промышляют. По-моему, суперинтересно. Напишите в комменты, как вам формат подобного рассказа о интересных людях, потому что мне было очень интересно это делать. Надеюсь, вам было интересно все это смотреть. И вне зависимости от того, вот вы сейчас там еще школу не закончили или не закончили вуз или уже все закончили и просто сидите там ночью смотрите этот ролик и думаете, «Бля, я не хочу заниматься тем, чем я занимаюсь, этот долбаев что-то говорит про искусство, может он мне поможет, может и помогу». И в чем месседж, любая работа на любом этапе полезна, потому что это новый опыт и вы сто раз слышали, что опыт полезен, но никакой опыт так не полезен, как опыт работы, потому что там вы моментально понимаете кухню и сразу осознаете, нужно вам это или нет. выполнив пару фриланс-проектов, вы отлично сориентируетесь вообще вот в этой сфере и либо чуть-чуть подвинетесь, поймете, что вам нужно как это, но чуть-чуть другое, либо поймете, что это вообще супер не ваше и нужно дальше искать. Так или иначе, этот непосредственный опыт дает офигенные знания об окружающем вас мире и конкретно вот в вашей специальности, не говоря уже о связях. Ну, я сказал не говоря, но на самом деле я сейчас про них поговорю. У нас связи принято понимать как-то в контексте это, я подружился с депутатом, да, или что-то такое, мой друг гаишник, который меня отмажет, но на самом деле весь вот мир до сих пор живет по связям, особенно творчески, я это вот не понаслышке знаю, почему там одних блогеров куда-то зовут, а других не зовут, помимо там галимых каких-то терок между ними, как правило, просто кто-то из организаторов с одними знаком, а с другими не знаком, то есть у тебя есть выход на того-то, а на другого нет, и так работает совсем. Я участвовал в создании огромного количества разных творческих проектов, понятно, что я там не организовывал какие-то суперфестивали, но вот это были и концерты, и какие-то съемки роликов, съемки короткометражек, очень много разного всего, и очень много разных творческих людей, либо при мне, либо непосредственно мной, привлекалось к этим процессам, и всегда это знакомые знакомых знакомых, потому что у всех есть корпоративные почты, у всех есть какие-то контакты для связи, но этим все не хотят пользоваться, потому что все знают, что с большой вероятностью тебя могут проигнорить, с большой вероятностью к тебе есть какое-то недоверие, а когда это свой чувак, это сразу меняет ситуацию. Собственно, этим же полезно образование, то есть даже если там сидение на паре у какой-нибудь ветхой старушки, которая рассказывает непонятно что, сама по себе вам ничего не даст, но зато вы на этой паре будете там играть в крестики-нолики или какую-нибудь херню на телефоне с чуваком, который потом будет работать в творческой сфере и в нужный момент про вас вспомнит. То же самое относится и к работе, даже если в итоге вам не понравится там в конкретной компании, конкретные задачи или еще что-то, вы, возможно, у некоторых людей оттуда запомнитесь как чувак, который умеет работать, да, и что-то хочет. И в следующий раз они с вами свяжутся, когда другая какая-то работа появится. Или вы сможете с ними связаться для того, чтобы что-то уточнить, ответить. А таким образом растет уровень, когда вы чувствуете своих коллег или не коллег, а людей, с которыми вы можете сотрудничать, это все так же очень влияет, это и есть перспективы. Также важно то, что все существующие живые, да, профессии и специальности, они имеют кучу разных ответвлений, степеней вовлеченности в них, и, соответственно, есть курсы повышения квалификации. То есть, если вам нравится какая-то штука, вы ее осваиваете, осваиваете сами, и понимаете, что вам для того, чтобы прокачаться, нужно осуществить некоторый качественный прыжок, вы можете пойти на курсы, или скачать какой-нибудь видеокурс, да, видеоуроков, или решить конкретную какую-то свою проблему через освоение там определенного инструмента, определенной техники и всего такого. Во всем, что живо и популярно, это все уже есть либо в интернете, либо, опять же, как отдельные курсы, потому что в мертвых сферах повышение квалификации, опять же, производится только ударянием лбом. И в итоге, я просто не могу перестать приводить в пример стихи, потому что, ну, это чисто реально, это все, ребят, ну, вообще никак. Чтобы начать писать хорошие стихи, я даже не знаю, что нужно сделать. Нужно, наверное, неимоверно любить стихи и очень сильно это выдрачивать, но, опять же, это останется у вас в столе, потому что даже ценителей этого вам будет трудновато найти. Если вам кажется этот пункт незначительным, то очень зря. Дело в том, что от самоутверждения, к сожалению, зависим мы все. Мы, имеется в виду, творческие люди, ведь давайте по-честному, все мы нуждаемся в одобрении. Да, я вот, например, снимаю свое лицо по часу, минимум раз в неделю, иногда и чаще, потом очень долго смотрю на свое лицо на монтаже, а потом выкладываю это, и, по сути, я вот свою жизнь так планировал, чтобы куча людей потом как-то реагировали на то, что мое лицо там выдало. И то же самое относится к большинству творческих профессий. Ну, все, мы такие, забейте, ничего страшного в этом нет, да, нам нужно это одобрение. И, раз уж так сложилось, то не стоит идти в этом плане против себя. Можно творить, когда тебя не поддерживают родители, можно творить, когда тебя не поддерживают друганы, но гораздо легче, если все наоборот. То есть, если там нет такой штуки, да, что ваши родители это какие-нибудь там религиозные радикалы, да, которые против любого творчества, а ваши друганы наоборот, какие-нибудь, ну, просто очень глупые люди, которые не способны это понять, скорее всего, не так, да, редко совпадает это все сразу. Было бы приятно получить от них какое-то одобрение. Очень круто, когда твою творческую деятельность оценивают по достоинству, и то, что ты этим занимаешься, не делает тебя забавным, хотя я как видеоблогер это говорю, да, первые пару лет это было очень смешно всем моим друганам, но, тем не менее, когда это не так, а наоборот все-таки, о, ты занимаешься этим, круто, это добавляет тебе желание, все это делать. Ты как бы от того, от своего занятия ты становишься более полноценным, от многих обыкновенных профессий ты ни капли не становишься более полноценным, особенно, если ты ее не выбрал, а просто вот, ну, пошел, потому что там деньги, или потому что родители сказали, или еще почему-то. Это мой тезка Миша, также известный как Добрый Админ, также известный как Боршлан, также известный как Борщевский. С самых ранних этапов развития канала он помогал мне как оператор и делает это до сих пор. Именно он был тем самым страдальцем, который полгода ходил спиной, пока нам не доело снимать на DJI Osmo. Ну, справедливости ради, это было не настолько прям сложно, но все равно сложно, да. Помимо моих роликов, он был одним из операторов нескольких роликов Собчак, организовывает и проводит все съемки на камерном канале, где выходит интервью с молодыми актерами. Но теперь уже не только актерами, и не только молодыми. Производство там сейчас встало на ковид, но когда посещаемость театров начнет возвращаться к норме, к ней вернется и сам камерный канал. Возможно, вы задались вопросом, откуда у него такое количество связей в театральной среде. Секрет в том, что он сам работает в театре художником по свету. Пока я сижу в четырех стенах, он колесит по миру на театральных гастролях. Кстати, именно он админит большую часть моих соцсетей. Он добавляет в вас закрытый паблик через патреон, он формирует посты в паблике ВК, а в телеграме он сколотил маленькую редакцию, и теперь наш ТГ-канал похож на небольшое СМИ с короткими заметками. Также он отбирает работы в аккаунт Ебанарт. Скажу честно, с моего блога он получает не ахти какие большие деньги, скорее маленькие. Зато его очень увлекает сетевая движуха, и недавно он начал писать обзоры на пленочные камеры. А еще именно он отправляет вам наши шикарные стикеры. В этом выпуске их, кстати, тоже можно выиграть, как и в каждом. На этот раз нужно написать в комменты самое талантливое оправдание для того, чтобы ничего не делать. Ребята, постарайтесь, жду прям креатива. Не забудьте про лайки, колокольчики и все такое. Ебанарт, вперед! Не менее приятно ловить респекты от незнакомых людей, потому что, опять же, вот все, вот эту вот, всю мертвичину, что я описал, она, как правило, делается в стол, а в тематических сообществах, которые есть, что по поэзии, что по рисунку, я думаю, очень часто, хотя сам не проверял, большая часть сообществ это очень желчные места, от которых вы вряд ли что-нибудь хорошее получите. Я, например, подписан на паблик я порчу свое тело черной краской, только чтобы смотреть, как вот выкладывают какой-то прям всратый портак, какую-нибудь безвкусную татуху, например, какую-нибудь всратую херь на шее и на кистях, да, вот чувак ничего не забил, только шею и кисти. И он получает справедливость в комментах. Паблик создан чисто для засиралова. И ладно, когда это какие-то люди, которые хери набили себе. Другое дело, когда ты с этим сталкиваешься в своем творчестве, и не когда ты уже уверенный и состоявшийся. А когда ты только делаешь первые шаги, тебе бы направление, а тут тебе, бам, нахуй, паблик, который создан для обсиралова. Это может вообще довести человека до полного отказа от творчества. Но что более важно, когда вы владеете ремеслом, вы уверены в завтрашнем дне. Не в смысле там стабильной зарплаты, это Вообще анекдот для большинства творческих людей А в смысле вы понимаете, что вы свою деятельность сможете как-то продать и монетизировать Что если у вас что-то не попрет там вот в вашем сольном условии В вашем вот обыкновенном творчестве, чем бы вы не хотели заниматься У вас будет запасной аэродром И вы можете спокойно заниматься каким-то вот своим там отстраненным На что никто деньги пока не хочет платить Тем временем занимаясь тем, за что непосредственно платят В этом плане всем советую освоить какое-то ремесло Если вы понимаете, что там на совершенствование вашей невероятной игре на гитаре Или там в вашем вокале, в вашем написании рэпа Вот в чем-то еще, что не факт, что когда-то хоть кому-то будет нужно Советую вам освоить что-то, что будет нужно точно Как правило, вот в любой творческой сфере Есть та часть, которая самая приятная, самая звездная, самая вкусная И гораздо менее приятная, звездная и вкусная Но зато денежная, надежная и стабильная И когда такая есть, гораздо легче Вот, например, завтра YouTube накроют, закроют Я пойду монтировать какие-нибудь другие ролики с большим удовольствием Там вот возьму нахуй своей харизмой, подвину Соловьева Но последний пункт, который вне всех остальных пунктов Раз вы досюда досмотрели, то вы наверняка очень любите слушать всякий пиздеж про творчество Или вы очень потерянный в этом плане человек И очень нуждаетесь в том, чтобы структурировать мысли в своей голове Комбинируйте Комбинировать это вообще самое лучшее, прекрасное, охеренное, что может быть Потому что вы наверняка сто раз слышали, что вот постмодерн, оригинального ничего нет Это правда И так на самом деле уже довольно-таки давно Прямо конкретно И все продукты, что сейчас есть, это комбинация каких-то других Все новые творческие люди выдают свой материал на основе переработки старого материала У половины рэперов, которых вы сейчас слушаете Можно услышать куски один в один, как у Эминема или как у доктора Дре Вот, кстати, можете Мирона с таким настроением послушать Там местами прям совпадает чуть ли не по минуте мысли или флоу Или мысли и флоу сразу Притом как в одну сторону, так и в другую И в этом нет ничего страшного, вопрос только в хитрости комбинации И более того, если посмотреть на какие-то самые успешные примеры То можно даже заметить, что это именно за комбинации Тот же Пакрас Лампас совместил стрит-арт в привычном смысле, каллиграфию И при этом супер вот такой коммерческий оформительский подход И в итоге вот что у него получилось И если вы не понимаете, чем обусловлена популярность того или иного человека Попробуйте разобрать его с этих точек зрения Чем он владел, чтобы совместив, стать настолько популярным И в этом плане могут так пригодиться Как ваши навыки из вот какого-нибудь там Бесперспективного творчества Так и из чего-то, чем вы занимались до этого Так и дальше, изучая разные-разные-разные-разные вещи Вы можете это соединять Таким образом, получая суперинтересные продукты Вот, например, самый простой пример Это вот мой блог, да Я здесь совмещаю и свое когда-тошнее увлечение кино И фотографии, и рисунком, и граффити, и всем Вот и музыкой, и ля-ля-ля Все, что мне интересно, оно буквально здесь воплощается И вариантов, как это можно сделать, куча Главное их искать, не бояться просирать в этом И думать рационально о том, что из этого может выйти Потому что лучше уж потерять вот этот вот ореол того, что я занимаюсь чем-то великим Заменить его на то, что я занимаюсь чем-то, что мне нравится И оно при этом рациональное Чем вообще перестать заниматься творчеством Вот такие мысли, они у меня Свои, пишите по этому поводу в комменты Если вам интересна музыка, книжки, фильмы и прочие рекомендации от меня лично То у меня есть закрытый паблик, вход в который 5 баксов через Patreon Там интересно и круто, ну и люди, понятно, там в первую очередь Для того, чтобы мое творчество поддержать только потом за рекомендациями Поэтому, если тоже хотите, то милости просим Ну и помимо него, у меня куча бесплатных охеренных соцсетей Инстаграм, Телеграм, ВКонтакт Все это очень клево, я реально рекомендую там, особенно Инстаграм, конечно А на этом все, спасибо, что досмотрел Занимаюсь крутым творчеством, ты знаешь, где кнопка подписки Да ебать твою мать, блядь, чтоб я сдох, сука, с этим блогом Ай, ебать рот Как меня это все, когда я уже стану медленно Ну это не тот, блядь, ракурс Не тот